Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто меня хорошо слышит, или скажите потише, погромче. По продуктам видеонаблюдения в компании Appimatic и сегодня расскажу вам техническую часть презентации о новых продуктах и новых решениях от компании MailSite. Начнем мы с вами немножечко о компании. Компания образована в 2011 году. Основная специализация это IP-камеры, видеорегистраторы, системы записи управления и, в принципе, по большому счету, все, что связано с видеонаблюдением. То есть это софт и железо. Компания имеет более 80 сотрудников в штате и более половины из этих сотрудников являются инженерами разработчика, либо сотрудниками технической поддержки. Стоит отметить, что инженеры разработчика имеют более 10 лет опыта разработки именно видеонаблюдения. Собственно, давайте посмотрим историю развития компании с помощью представленной здесь дорожной карты. Значит, сейчас нас будет интересовать 2015 год. В 2015 году вышли новые продукты, такие как защищенная купольная камера, обновленная профессиональной серии, и новая защищенная цилиндрическая камера, также профессиональной серии. Также вышел видеорегистратор, модель MSN1009UT, который поддерживает 265-й кодек и видеоразрешение 4К. Из того, что мы ожидаем сейчас, в ближайшее время мы будем представлять новую камеру. Это вандалозащищенная IP66 камера из серии мини, мини-купольная. И также в ближайшем будущем нас ждет переход с чипсетом Borello A5S на чипсетом Borello S2L. Рассмотрим с вами линейку продуктов. Как мы видим, делится линейка продуктов на две серии, серия мини и профессиональная серия. В мини-серии на данный момент представлен в качестве нового продукта это NVR-1009UT, и также купольные камеры серии мини ожидают перехода на новый чипсетом Borello. В профессиональных камерах обновилась купольная профессиональная камера. Она получила новый корпус. Чуть подробнее о ней я расскажу далее. Ну и также представлены серверы видеорегистрации от мини до профессиональных серверов, которые устанавливаются в стойку. Первая наша новиночка представлена она пятью модельками от 1,3 до 3 мегапикселей, то есть 1,3, 2,3 мегапикселя. Также есть системы WDR и есть системы TrueWDR в разных модельках. Камера обладает специализированным чипсетом Borello 5S, у нее очень интересно устроены системы монтажа и системы расположения разъемов. Разъемы располагаются на внутренней площадке камеры, а внешняя площадочка крепится к стене, либо к той поверхности, куда вы закрепляете вашу камеру. Таким образом, при закрытии этих площадок, при их совмещении, вы получаете защищенные соединения, которые не подвержены влиянию внешних факторов, таких как погода, сырость и так далее. Также стоит отметить, что данная камера обладает третьим поколением светодиодов. Это точечные матричные светодиоды, которые помогают оптимизировать картинку в условиях низкой освещенности, в условиях low-lux, так называемых. И также очень сильно помогают оптимизировать именно качество и детализацию картинки в туман и дождь, также в ночное время суток. Следующий представитель нашей линейки – это замечательная купольная камера серии Pro, также она представлена пятью модификациями. Стоит отметить, что в данной камере разъем RG45, в принципе, все разъемы находятся внутри камеры, что подразумевает, опять же, защиту от внешних факторов. То есть все разъемы защищены от влияния внешней среды. На это можно не обращать внимания. Также в данной камере присутствует очень интересное крепление, так называемый цивонный кронштейн установки. Кронштейн вы вешаете на стеночку, а потом камеру просто закручиваете одним простым движением. Камера имеет регулировочку по трем осям. Обновились у нас и объективы в данных камерах, они также остались варифокальными во всех моделях, но на данный момент варифокальные объективы стали материзированными. Соответственно, управление возможно либо из веб-интерфейса, либо по протоколу RS-485. Вот наша замечательная новинка, о которой я говорил. Мы ожидаем данную камеру в ближайшее время. Ориентировочно она будет доступна на конец осени где-то для заказа. Это антивандальная купольная камера серии MINI. Обладает она защищенным корпусом из сплава алюминия и поликарбоната. Защита у нее по классификации ИК-08. Как мы знаем, есть классификация ИК-010. То есть, если мы возьмем в нашу новинку профессиональную цилиндрическую камеру, профессиональную купольную камеру, у них у всех защита ИК-010. В данной камере защита чуть похуже ИК-010. Также камера обладает трехосевой регулировкой объектива. Точно так же в нее установлено третье поколение матричных светодиодов. Поддерживает она карточки microSD. Есть у нее встроенный микрофон на 360 градусов. В помещении порядка 30-35 квадратов. В принципе, достаточно отчетливо можно различать звуки, голоса. При условии, что нет каких-то посторонних шумов, больших регулировочек. Можно осуществлять с помощью настроек звука внутри самой камеры через веб-интерфейс. Есть так называемый гейн. С помощью него можно отрегулировать уровень громкости. Стоит отметить, что у этой камеры ПОИ-модуль вынесен, но он также имеет очень интересную защиту. Защелкивается на замок, который имеет защиту IP66. Вот, собственно, данная камера в закрытом виде. Также данная моделька будет представлена пятью модификациями разными. Видеорегистратор серии мини. Значит, это новый видеорегистратор, который поддерживает видео в формате 4К и кодирует видеосигнал в кодеке H.265-H.E.V.C. Стоит отметить, что данный видеорегистратор ввиду больших нагрузок уже имеет внутри охлаждения. Предыдущая модель KMSN 14008 на 4.8 камер серии мини. Охлаждение имели только пассивное в качестве радиаторов специализированного корпуса и особым образом расположенных вентиляционных отверстий. Данный же регистратор имеет систему охлаждения в качестве установленного внутрь кулера, вентилятора охлаждения. Но также хотелось бы отметить одну очень важную вещь, что наш слоган «Тише, надежнее» он также остается в силе ввиду того, что в данной модельке присутствует интеллектуальное управление системой охлаждения, то есть во время нагрузки кулер начинает раскручиваться и при снижении нагрузки кулер практически останавливается вплоть до полной остановки по заявлениям производителя. Если нагрузки нет, охлаждать нечего. Как я уже сказал, поддерживает видео 4К и кодек HEVC 265. Собственно, преимущество видео 4К, я думаю, рассказывать не надо. Это и большая высокая детализация, и возможность использования цифрового зума и так далее. Совместимость и интеграция. Что же с этим у нас? Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что все камеры и вообще, в принципе, все продукты компании MLSIDE поддерживают два отраслевых стандарта. Один из них – это PSEA, Альянс за всеми с теми из физических систем безопасности. И второй – это стандарт ONVIF, поддерживает на данный момент профайл AS ONVIF версии 2.2. Ожидаем мы ONVIF версии 2.4 в начале следующего года, поддержку. Собственно, а кто же еще поддерживает данные стандарты? Ну, собственно, вот лишь маленький список тех, кто поддерживает данные стандарты, с кем совершенно свободно можно проводить интеграцию. Список этот, на самом деле, очень огромный. Огромное количество вендоров на рынке, которые используют данные стандарты для производства своих устройств. Итак, по поводу совместимости интеграции, хотелось бы еще отметить уникальную функцию внутри наших камер – это поддержка SIP. Собственно, поддержка SIP, это разумевает, что камера может по факту стать обычным IP-телефоном, ее можно зарегистрировать на сервер, на так называемый ATS, на IP-PBX, либо напрямую на провайдера. Вот, и совершать звоночки. Причем, совершать звоночки вы сможете как на камеру, так и камера сможет совершать звонок вам по наступлению определенного события. Собственно, звоночек можно выполнить как с видеотелефона, так и с планшета, с любого мобильного устройства, Android или iOS, в принципе, Windows Phone в том числе, софтфона на ПК. Все это, все звоночки с планшета мобильного телефона или софтфонов на компьютере выполняются с помощью специальной программы, собственно, софтфона. Они есть платные, есть бесплатные, есть с поддержкой видео, есть без. В принципе, список данных софтфонов, он на данный момент вам подготавливается. В ближайшее время на сайте мы вывесим список рекомендуемых софтфонов, которые, возможно, будут использовать вместе с нашими камерами, которые будут стопроцентно работать. Собственно, каким же образом может помочь данная камера внутри большой глобальной сети? Здесь представлена карта устройств, которыми, грубо говоря, целая система построена на устройствах, на продуктах, которые вы можете найти в компании Appymatic. Здесь есть API-ATS, как, грубо говоря, центр связков двух сегментов. Есть SIP-камера. С помощью видеотелефона вы можете позвонить на камеру, на обычный телефон, а также видеотелефоны сможете позвонить на ВКС. Точно так же с видеоконференц-системой вы можете совершить звоночек на SIP-камеру и продемонстрировать, например, рабочий процесс, стройку, производственный процесс, обучение и так далее. Точно так же по наступлению определенного события камера может набирать на заранее запрограммированный номер или IP-адрес, собственно, также позвонить либо на мобильное устройство, либо на систему ВКС, либо на планшет. В зависимости от того, как вы настроили данную схему. Еще хотелось бы отметить, что у всех камер есть API, и в планах на данный момент интеграция с таким сервисом, как и Vidion, о ней мы сообщим с вами дополнительно, и уже проведена на данный момент интеграция по протоколу SIP со станциями C-3000 от компании Scrotel. Собственно, по технической части, наверное, все, что я вам хотел сказать. Сейчас работа с проектами, и я передаю слово Леониду. Спасибо за внимание. Добрый день. Проверка звука. Пожалуйста, поставьте плюсы, кто мне хорошо слышит. Либо напишите, что есть проблемы. Сейчас убавлю. Проверка звука номер два. Раз, раз. Раз. Так, лучше отодвинул немножко микрофон. Так, прошу прощения за маленькие технические неполадки. Я продолжу мысль Владимира. Мысль Владимира и то, что он говорил. Но уже, наверное, не с точки зрения инженера, не с точки зрения технического маркетинга, а с точки зрения бизнеса, с точки зрения, скажем так, практических ежедневных задач, с которыми сталкиваетесь вы, с которыми сталкиваемся мы при подборе моделей, при подготовке тендерной документации, ну, со всеми вопросами, связанными, то, что называется там, daily business. С коммерческими вопросами, иными словами. Поставная часть продаж, поставок камер, это, наверное, все-таки работа по проектам. Редко, когда заказчик приходит и говорит, вот мне вот такой партнер, и больше ничего другого. То есть, как правило, идет какая-то переписка, какая-то предварительная работа по подбору моделей, подбору замен, подбору аналогов. В том или ином виде это то, что называется, ну, там, в учебниках, во всех, на всех курсах, называется работа по проектам. Сейчас будет слайд, скажем так, не то, что я этим слайдом хотел какую-то информацию до вас донести, научить вас чему-то. Вы все прекрасно знаете, неоднократно сталкивались с проектами, знаете, как они происходят. Это, скорее, наша точка зрения о том, что такое проектная работа, какие там этапы есть и какие, ну, нюансы, что ли, какие нюансы, какие проблемы приходится, какие нюансы приходится учитывать, какие проблемы приходится решать на каждом из этапов проектов. Ну, нужно выделить у каждого проекта пять этапов. Первый этап – это когда заказчик, наверное, не совсем представляет себе, что он хочет, но у него есть некая проблема. Ему нужно поставить задачу, сформулировать эту проблему, выбрать технологии, которые будут решать эту проблему, ну, и оценить бюджет. В случае, если оценка бюджета не совпадает с мнением или, там, возможностью заказчика, тогда происходит, как бы, запуск этого этапа, первого постановочного, он заходит на второй круг. Документы, с которыми обычно работают на этом этапе, это коммерческие предложения. То есть, не идет какая-то длинная переписка, не идет детализация проекта, идет просто вот оценка по самым общим параметрам и оценка стоимости решения, ну, что называется, по порядку. Дальше, если, этап номер два. Если эта оценка совпала с мнением заказчика о том, что, да, примерно с какие-то деньги он согласен решить эту проблему, идет более детальная проработка проекта на уровне уже формулировок, более конкретных, более точных формулировок с подбором моделей или вариантов моделей. И, как заключительная часть этапа, это бюджет проекта отправляется на утверждение соответствующей там структуры заказчика. Основные типы документов, с которыми идет работа, это так называемое ТКП, ну, технико-коммерческое предложение. Не слышал эту бревиатуру, где, помимо цен, есть подробное обоснование с помощью каких технологий, какие задачи заказчика решаются и каким результатом это должно привести. Ну, и, конечно же, технико-коммерческое предложение содержит обоснование, что вот именно данные модели, заложенные в эти документы, являются, ну, если не идеальными, то оптимальными для решения задач заказчика. Третий проект, ну, я условно назвал его защита проекта. Это когда происходит, в кавычках, конечно же, защита выбранного решения в виде тендера или в виде какого-то закрытого конкурса. Происходит окончательный выбор исполнителя проекта или исполнителей, если это работает, там, команда по какому-то объекту в виде генподрядчика, субподрядчика, и заказчик окончательно выделяет бюджет на, собственно, исполнение этого проекта. Ну, и пункт 4 – это, собственно, исполнение решения. Здесь уже практически нет выбора моделей, если только случаются какие-то форс-мажоры, происходит, там, замена на ходу, идет исполнение бюджета. Основной пункт – это, собственно, договор, который был заключен в результате конкурса тендера, где стороны четко соблюдают или стремятся соблюсти условия этого договора. Исполнители обеспечивают сроки и качество решения, ну, а заказчик, соответственно, платеж по уговоренной схеме. Ну, то, что я сказал, это, наверное, звучит как небо голубое, вода мокрая, но, тем не менее, картина вот такая. Вот 5 этапов проекта. Здесь на рисунке 4, по поводу пятого этапа мы чуть позже поговорим. Сверху две стрелочки. Они показывают шансы, вероятность. Понятно, что чем проект ближе к своему окончанию, тем больше шансов на его реализацию. Собственно, деньги уже заплачены, оборудование монтируется, проектная документация понятна, и шансы на реализацию проекта, ну, скажем так, максимальные, если не стопроцентные. С другой стороны, если вы или ваши партнеры, столяторы, интеграторы вступаете в проект, то максимальные шансы выиграть проект, закончить его, взять этот проект на себя, они в самом начале. То есть, происходит некое противоречие. То есть, если заказчик прибежал к вам, скажем там, на самом последнем этапе и сказал, вот у меня тут кто-то подписался поставить в теле или иные камеры, вставал поставку, предложите мне вот этот партнамер, аналогов нельзя, не хочу, не могу, потому что в договоре прописано четко, круг действий, он как бы сильно ограничен. Если что идет вступление в проект, есть возможность наладить диалог заказчика на самом первом этапе, на этапе постановки задач, то тут нужно, ну, очень четко, во-первых, решать вопросы заказчика, во-вторых, закладывать туда свой интерес, свою защиту, делать ставку именно на те позиции, которые, ну, интересны именно вам. То есть, грубо говоря, обращать заказчика в свою веру. То есть, чем раньше мы вступаем в проект, тем меньше шансов на его реализацию, но, тем не менее, тверже наша позиция. Ну, водоразделом, да, где-то, наверное, посередине. То есть, когда стендер объявлен, там уже, как правило, ну, более-менее все понятно. Вот это, в принципе, наше видение о том, как в жизни происходит проектная работа. Понятно, что в чистом виде это редко, когда бывает, этапы накладываются один на другой, кто-то может, какой-то этап может проходить в фоновом режиме, но, тем не менее, в общем и целом, это где-то так. Как мы видим свое участие, как дистрибьютора в тех проектах, в которых мы с вами там сейчас участвуем и участвуем в дальнейшем. на этапе номер два, на этапе постановки задач наша помощь, наше участие, наши возможности, наверное, максимальны. Мы можем помочь вам с проведением технической экспертизы, то есть, с определением того, какими способами можно решать задачу заказчика. Соответственно, подобрать те или иные технологии этого решения. И уже на этом этапе можно защитить проект у вендора, зная, что данный конечный заказчик в такие-то примерно сроки будет реализовывать какой-то проект. Соответственно, можно при этом, есть время, есть возможности проанализировать рынок, чтобы прописать в дальнейшем туда, в этот проект, те модели, которые будут владать, скажем так, самым правильным соотношением цена-качество. То есть, в дальнейшем, когда проект перейдет на этап два, на этап подбора моделей, мы будем четко понимать, какие из технических характеристики являются так называемыми отстройками от конкурентов. То есть, в случае, если заказчик скажет, да, окей, давайте готовим тендерную документацию или готовим какую-то защиту этого конкурса, мы будем понимать, кто из конкурентов может прийти туда в этот проект, а кто останется за бортом, ну, потому что параметры, заложенные в техническое задание, не позволят пройти сквозь вот эти вот требования конкурентов. Ну, и формирование спеццен зачастую тоже нужно именно на этом этапе, чтобы заказчик правильно сформировал свой бюджет. Специальные цены под проект. На третьем этапе чем мы можем помочь? Ну, наверное, уже не очень многим. То есть, я имею в виду, что если вы к нам приходите на этапе, когда у заказчика уже сформировано техническое задание, сформировано, ну, грубо говоря, не нами, не под mail-сайт, не под нашу продукцию, и вы просите нас поддержать, помочь поучаствовать в тендере, подобрать аналог, то тут вопрос участия в технической экспертизе, отстройка от конкурентов, это уже пройден этап, заказчик уже прошел его сам, и здесь может быть игра только вот в некую оперативность. Да, мы подтверждаем, что у нас есть аналог того, что прописано в тендерах, давайте попробуем выиграть тендер, попробуем встать в этот проект. На этапе исполнения проекта, опять же, если мы туда с вами заходим на этапе, на том этапе, когда у заказчика вдруг что-то случилось, какие-то проблемы, его подвел тот поставщик, который он выбрал, ну, тут системно вряд ли чем-то может помочь. Исходя из этих соображений, глядя вот на ту линейку продуктов, про которую рассказывал Владимир, те новинки, которые появились и будут появляться в самое ближайшее время, мы провели такую вот небольшую, скажем так, небольшую работу по систематизации, по систематизации инвенклатуры, по систематизации той информации, которая есть сейчас. Ну, до недавнего времени у нас в прайс-исте на сайте все продукты были, ну, что называется, единым списком. При таком количестве активной инвенклатуры камер достаточно тяжело работать. Вот слайд, слайды называются одинаково, линейка продуктов и содержат, в принципе, ту же самую информацию. Ну, предыдущий слайд, там, где были картинки, это информация, что называется, наглядная, визуальная, работать с коммерческими предложениями, работать с запросами заказчиков, наверное, проще вот по нашим представлениям с таким слайдом. Сразу скажу, что это часть большой таблицы, у нас оцифрована вся активная номенклатура MailSite по камерам, оцифрована по порядка 30, по-моему, параметров, по которым производилась оцифровка, там дальше будет слайд, тут через несколько слайдов будет слайд, где будут перечислены почти все параметры, по которым мы производим оцифровку. Вот эту таблицу по сериям я готов вам отправить в конце семинара, тем, кто пришлет мне запрос, кому интересна эта информация. эта группировка произведена у нас сейчас в прайс-листе, то есть позиция разбита на серии в зависимости от своего форм-фактора, ну и дальше там по остальным базовым параметрам. Эта же группировка будет произведена на нашем сайте, но, наверное, не в этой версии сайта. Мы в этом году планируем перейти на новую версию нашего веб-сайта и вот эту структуризацию под группом мы сделаем, наверное, уже на новом сайте. На старом не будем пока прилагать усилия, лучше туда сконцентрируемся. Когда это будет, месяц два или три, я пока сказать не могу, но думаю, что до конца 15-го года я эти сроки могу сейчас обещать. Вот предыдущие слайды табличка это были серии, это еще не модели. Чтобы дойти до конкретного портномера, нужно к сериям прибавить еще несколько букв. К великому сожалению, компания MailSites, ну, скажем так, не очень системно подошла к своей системе формирования портномера. У них серии это четыре цифры после буквы С. Вот эта серия. Зашито фактически все базовые параметры. Это форм-фактор, это матрица, это разрешение. Но нет привязки четкой, что первая цифра это форм-фактор. Нет, это не так. Вот вся серия, она содержит в себе вот это. Причем нет четкой идентификации. Поэтому я не могу вам предоставить таблицу, мой email-сайт сам не может, где тройка, например, значила бацилиндр, двойка там мегапиксели, а шестерка это Full HD. Нет, это не так. Вот эти все четыре цифры, они в каждом своем уникальном существовании значат совершенно конкретный набор партнаймеров. К сожалению, вот это так. Это не получится разложить на составляющие. Итак, немножко сначала. Первые две буквы это производитель, второй это тип устройства, в данном случае это C-камера, если бы это был N-R, здесь была бы другая буква. дальше это серия и вот окончание. Обращаю ваше внимание, что сейчас при смене модельного ряда будут появляться похожие по названию модели, где либо будет добавлен индекс, либо один из индексов будет заменен. для оперативной для оперативного подбора замен можно будет пользоваться двумя простыми правилами. Для этого надо иметь в виду следующее, что буква I в системе кодированных камер означает варифокальную оптику с ручным управлением. Буква F на что будет заменяться собственно все модели SW будут означать варифокальную оптику, но с управлением уже неручным, а либо через веб-интерфейс, либо через RS-232. Тут ошибка почему-то восьмерка закралась. P это PUE питание через Ethernet. N это новая версия оптики и где-то других функций. A это чипсет Ambarla. V в порт-намбере означает наличие Wi-Fi в камере. I это объектив Spiris и M это некие дополнительные функции. Наличие дополнительных интерфейсов. Итак, возвращаясь к вопросу замен. Правила на самом деле два и они очень простых. Если раньше был порт-намбер и там была V напоминаю это рефокальная оптика с ручным управлением. А сейчас эта модель недоступна к заказу или кончились наши складские остатки, то она может смело заменена на F. Ничего с точки зрения функционала, с точки зрения интеграции к заказчику никаких проблем нет. То есть это легкая прямая замена. Владимир рассказывал про переход на новый чипсет, переход на новое поколение оптики светодиодной подсветки. Соответственно, если у вас была какая-то модель, вы видите, что эта модель отсутствует недоступна. Первая модель, которая слева соответственно, можно взять точно такую же модель, где добавляется окончание NA. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Собственно, все просто. Я уже говорил по поводу таблицы, по поводу полной цифровки, по поводу подбора камеры по параметрам. Еще раз повторюсь, вся активная номенклатура у нас цифрована. Выкладывать эту систему, этот флайл параметрического поиска подбора наружу, сейчас, наверное, мы его рассылать не будем массово. В новой версии сайта, да, это планируется сделать, то есть, ну, как на всех, во всех интернет-магазинах, когда вот подбираете, там, не знаю, холодильник, аппарат или телефон, для каждой категории продуктов есть свои движки, можно задать те или иные параметры, либо с помощью выбора чекбокса, либо установив ползунки, ну, некий диапазон, и вам система выдает автоматически список моделей, подходящих к вот эти требования. Вот подобную систему, да, спасибо, Алекс, подобную систему фильтров и выбора по параметрам с помощью чекбоксов мы планируем сделать, опять же, в новой версии сайта. Повторюсь, сейчас эта таблица есть, сейчас она есть в виде Excel, ну, понятно, в виде чего еще, и там наложены фильтры. В эту же таблицу мы планируем в ближайшее будущее загнать еще, ну, скажем так, конкурентов. Ну, вот таблицу вместе с конкурентами мы точно никому не дадим. Таблицу ксилевскую я готов ее ограниченно поделиться в плане именно продукции мылсайта. Пишите на почту, пришлю актуальную версию. так, ну, собственно, наверное, все. А, да, пятый этап проекта. Это ревизия. Когда проект закончен у какого-то заказчика и вы туда почему-то по каким-то причинам не успели, ну, наверное, есть повод спросить, а что будет дальше с этим проектом. Ну, в зависимости от ответа это либо повод начать новый проект, либо временно, не знаю, не тратить решение, не тратить время, не тратить усилия на данного заказчика. Наверное, все заказчики, они не живут вот так, чтобы построили что-то, там, сеть видеонаблюдения, она окончательно навсегда замерзла. Всегда есть повод спросить, как вам живется, удовлетворены удовлетворены ли вы а, техническим решением и б, эту ценой, за которую вы заплатили. Ну, вот, наверное, у меня, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Если как бы сейчас вопросы не можете формулировать, совершенно свободно можно сформулировать все вопросы на почту CCTV, задать их там. Значит, отвечаю по порядку. Антон Обрядин, гибридный НВР, аналог плюс IP. Нет и не будет. Никакого смысла в данном гибриде производитель не видит. Объектив по защите контракта ответит, я думаю, что... Поступили вопросы в порядке поступления. Гибридных нет ли гибридных НВР, спрашивает Антон Обрядин. Так, чтобы был аналог плюс IP. Насколько я знаю, пока нет. Третий мой вопрос по аналогии с телефонными станциями. Там тоже сейчас идет появляются модели, где есть и IP-шные и аналоговые одновременно порты. Пока не слышали об этом. Защита контрактов не работает, пишет Павел Чмелев. Хотелось бы понять на конкретном примере, что именно не работает. Уважаемый Павел, мы с вами в принципе вопросы... На каком-то случае Леонид, секунду? Мы с Павлом в принципе обсудили качество звука камеры. Леонид, что такое P-ARIS объектив? Это объектив, где можно управлять диафрагмой. Камеры со звуком плохо работают, клиент недоволен качеством. шоу. 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 Дарья Борисова, Леонид, что за P-ARIS объектив? P-ARIS это специализированный объектив, то есть он доступен для дополнительного заказа, там ставится немножечко другая матрица в камеры и он служит для более четкой детализации картинки на разных расстояниях. Более подробно все эти моменты я могу объяснить либо по почте либо по телефону. Теперь что касается камеры со звуком плохо работают клиент недовольным качеством. Я уже в принципе говорил, что качество можно будет более-менее разобрать голос в нормальных условиях в комнате с шумом непровощающим порядка 32-40 децибел можно будет 4 человека разобрать примерно что они говорят. Больше от камеры вы вряд ли получите ввиду того, что у Павла камеры компактные, то есть они серии мини купольные, соответственно туда просто элементарно физически сейчас нет возможности подключить туда другой какой-то микрофон. что касается последнего вопроса будут ли камеры с разъемом для подключения внешнего микрофона если мы обратимся с вами к замечательному слайду Леонида вот этому то в принципе по большому счету буковка М определяет дополнительные интерфейсы такие как тревожные входы-выходы аудио вход-выход и разъемы РЕСТ-485 какие камеры конкретно доступны для заказа вместе с дополнительной буковкой М то есть дополнительными интерфейсами данный список я могу прислать на почту также я этот список сформирую мы чуть попозже повесим его на сайте Евгений Сидоров вопрос про будут ли подключения разъемы для подключения внешних динамиков только что на него ответил единственный вопрос естественно это не динамики напрямую это система оповещения которую вы сможете подключить то есть усилитель для динамиков должен быть внешним какое именно ПО для наших камер на сайте не актуально понимаете в чем все дела актуальное ПО оно сейчас на сайте лежит то ПО которое действительно актуально которое я готов дать клиентам чтобы они им пользовались то программное обеспечение которое сейчас находится на тестировании которое я дать не готов ввиду не оконченного тестирования и ввиду может быть каких-то возникших багов я к сожалению на сайт выкладывать не буду в качестве тестирования самих грубо говоря камер в частном порядке тестовые бета-версии в принципе я выдаю да на камере сейчас новое ПО идет из коробки я к сожалению с этим ничего сделать не могу но стараюсь тестировать полностью все версии программного обеспечения потому что нет-нет но косяки иногда вылазит поэтому актуальности нет в любом случае любую прошивку любой версии вы можете получить по запросу на cctv собачка опематика точку почту дмитрий балашов написал выше все что связано с прошивками любые технические вопросы можете писать на почту либо набирать нам по телефончику мой добавочный на данный момент 220 в принципе по 113 вы можете пока набирать будет отвечать вам Леонид переводить на меня пожалуйста друзья если есть еще вопросы я готов выслушать если вопросов нет и сейчас не готовы либо вы сейчас не готовы их задать предлагаю вам их сформулировать и прислать нам на почту по поводу презентации да очень замечательный вопрос Павел есть ли возможность стекировать видеосервера ну то есть грубо говоря объединять видеосервера железные такая возможность сейчас отсутствует но производитель обещал разработать систему с помощью которой можно будет объединять как софт так и железные сервера вот эта система сейчас проходит процесс именно разработки то есть когда ее ожидать в данный момент я вам сказать не могу также происходит сейчас оптимизация двух приложений msite и mvms msite это приложение для просмотра видео с камер с помощью вашего мобильного устройства любого ios или android mvms это такая же программа но для просмотра уже железных видеорегистраторов то есть для коннекта к железным видеорегистраторам по всем возможностям программ также можете обратиться на почту либо у нас на сайте есть описание плюс есть описание в некоторых презентациях но по факту все основные функции посмотреть скопировать порезать и скачать себе на телефон все эти функции есть ну то есть режим реального просмотра режим просмотра архива работа с архивом в плане скачать обрезать определенный кусок и скачать и загрузить в архив и так далее дело не в самом сипе во первых функционал пир-то-пир значит павел чмелев задал следующий вопрос почему не транслирует камеры картинку по пока не включишь сип в камере тут не сипе дело вы пока MAC адрес мне не пришлете вы функционал пир-то-пир задействовать не сможете что ж павел мы в принципе с этим инцидентом тогда разберемся если говорить что действительно было так разберемся посмотрим но еще раз повторяю для того чтобы задействовать так называемый функционал пир-то-пир или функционал прохождения сети без сетевых настроек connect камере по MAC адресу необходимо MAC адреса прислать на CCTV собачка опиматика.ру сначала эти адреса регистрируются на специализированном сервере у производителя уже потом после перезагрузки камеры путь до камеры будет доступен для вашей программы для программы MSITE или для программы MVMS вы имеете ввиду пир-то-пир звонок я понял тут вопрос настроек сетевых тоже вы WP530 используете как видеотелефон то есть он гоняет видео по SIP протоколу если вы SIP не включите в камере она связаться по IP с видеотелефоном не сможет вы кнопочкой SIP включаете функционал вообще в принципе SIP внутри камеры пока вы эту кнопочку не включили вы позвонить на камеру не сможете надо разбираться нужно знать версии прошивки 530 телефона 3688 камеры и настройки нужно посмотреть хорошо значит коллеги если вопросов больше нет то предлагаю на этом завершить презентацию наш вебинар спасибо за внимание все технические вопросы мы с вами решаем через почту либо по телефону контакты значит контакты в принципе у нас есть и на сайте наш телефон мой добавочный 220 в чат пишу все собственно спасибо за внимание всем всего доброго